Давай, давай, давай. Костик, я хочу, чтобы у тебя все увидели. Это наш знаменитый Фетисов. Чем он знаменит, я вам сейчас скажу. В 1991 году. Друзья, в 1991 году. Во-первых, он мне майку сделал. Пришел, подарил майку. Я говорю, слушай, Костя, ты разве не видел, что у меня есть такая майка, только немножко другая, тоже с эмблемой. Яка что-то не помню. Во-первых, это же столько лет, мы друзья, столько лет. 30 лет. 30 лет. И он мне принес еще вот это, который тогда у нас был диск. Мы делали это самое. Да, давно, давно, это много лет назад. И вот это был первый мой курс был, такой открытый курс, который шел. Сколько занятий? 10 занятий было. 10 занятий. Это было в 1991 году. На Бабушинской, да? Ну, где-то там, да, это детское учреждение какое-то было. Детский санаторий или детский дом или что-то такое. Я вот не помню, где это было. А я всего помню. Я ничего не забыл. Такое не забывается. Да. Ну, Косик мой друг столько лет, и тогда он повредил позвоночник, он пришел на этот курс, и с тех пор он ключом занимается. А сейчас пытался ящики таскать. Я ему говорю, слушай, оставь ты ящик покой, ты, наверное, может быть, хочешь вернуться в то время, чтобы опять помолодеть и опять, чтобы... Скажите, скажите, сколько лет. Чего ты смеешься? Да нет, просто... Скажите, скажите, сколько вам лет. Просто это... Да, да, сколько лет, да? Ну, чего? Ну, как есть он-то сказал уже. Даже неудобно взял меня. Друзья, вот я приехал в гости навестить его. Да, 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 давай, давай. Вот, маечка, все. А вот он взял и включил скорее. Вот мы сейчас вспоминали просто сколько лет уже. Вот 30 лет действительно. Сколько, да. Но тогда была травма позвоночника. А сейчас записывается, что ли? Конечно, а ты что думал? Ну, ты коварный. Да не, ничего, по-моему. Вот. Была травма позвоночника. Мне нужна была психологическая реабилитация. Тогда вышла только первая книжка Хаса. Я ее прочитал, вот, написал ему письмо, он не ответил. И вот пригласил меня на этот первый был курс для, скажем так, для народу. Потому что до этого он работал все время там то с космонавтами, то с какими-то закрытыми структурами. Вот, 10 курсов. А потом... 10 занятий. Да. А потом я вам скажу еще одну вещь. Уж так и быть. Извините, может прерываться буду, потому что мне тяжело говорить. В 2004 году у меня случилась трагедия в личной жизни. И нужно было выходить из этого стресса, из вот этой депрессии жуткой. И вот второй раз... Ну, мы не будем рассказывать, что было и как было. Я решу, что рассказывать, что нет. Ну, вот. И вот Хаса из этого состояния выводил и меня, и мою семью. Вот, так что... Это вот два раза. Ну, так что здесь уже просто вот мои 30-летние действительно. Это почему я делюсь с вами, друзья. Чтобы вы знали мои друзья, которые давнишние мои друзья, близкие друзья. Их по пальцам перечесть, как говорится. Правда? Ну, не каждый может сказать, 30 лет я с тобой дружу. Правда? Я считаю, что это печать, которая никаким дождем не смывается. Это хорошая печать. Так что, знаете, это наш Константин Фетисов, между прочим, юрист. Ты же юрист. Костя, ты же юрист. Адвокат. А? Адвокат. Адвокат. Ты адвокат, юрист, да? Я же в этом не разбираюсь, да? Костик, ну скажи, ты адвокат? Ну, да, да, ну, что ты не разбираешься? Сейчас в судах-то мы занимаемся и дела. Я-то не очень разбираюсь. Ладно, да. Ну, это все. Ладно, это все детали. Ты меня защити, я. Защити меня. Будем стараться. Знаешь, о чем защити? Вот сейчас наша школа чайбующих хомофутурсов активнее и активнее будет сейчас-таки защищать планету. Разум на планете, человечность человека от расчеловечивания будет защищать. Если меня кто-нибудь там, ты знаешь, что есть силы, злые силы есть, которые складываются на самом деле из пороков человеческих, из слабостей человеческих, из предстатей пагубных. Вот они все, когда собираются, то формируются и какие-то группы людей, которые этим пользуются, делают на этом всякие свои манипуляции. Я не знаю, может быть, я непонятно рассказываю, но мы прямо как поперед горло, правильно говорю, поперед горло вот таким злым силам. Ну, конечно, добрые силы всегда стоят поперек. Вот, поэтому со мной рядом адвокат, адвокат. И усы у него прямо такие. Да ладно тебе, ты лучше вот грудь вперед и рубашку покажи, футболку такую, посмотрите. Вот в эту школу надо всем ходить, учиться и помогать развивать. Скорее говоря, у нас сегодня 181 тысяча подписчиков. Так что я вас, друзья, всех поздравляю. Я очень этим доволен и радуюсь, и горжусь. Почему? Потому что мы же не шоу показываем, а количество подписчиков прибавляется неуклонно. Значит, это нужно. То, чем мы занимаемся, значит, это нужно. Иначе чего бы люди подписывались? А мы же без рекламы это делаем, без маркетинга, без ничего. Только за счет наших материалов, бесплатных ликбезов, вебинаров, роликов. Кто не видел, посмотрите целебный ролик, он так и называется. Посмотрите бесплатные ликбезы, там по 2-3 часа. А это все доступно. На YouTube канал записывайтесь. Здесь, как сейчас принято говорить, нажимайте кнопку подписаться, ставьте лайки и делитесь. Так надо говорить, да, Кость? Надо еще, да, делиться больше всего, распространять эти материалы, как можно, которые в открытом доступе, приобретать потрясающие совершенно по своему содержанию, значимости. Так, значительные скажи, пожалуйста, значительные скажи, так важные скажи. Да, те вебинары, курсы, которые Хасай Магомедович проводил на протяжении уже многих-многих лет, и которые вообще, ну, их трудно, их пользу переоценить. И покупайте, дорогие друзья, и распространяйте, дай мне, пожалуйста, книжечки, да, книжечки, дай мне, пожалуйста. Конечно, мне там посоветовали слово покупайте, не говорите, а какое слово надо говорить, приобретайте. Вот, и рыженькую, вот эту рыженькую. Вот, и вот так. Косик, ты бы говно пришел, показал бы эти книги. Вот эти вот книги, две последние книги, вот наш уважаемый Хасай, он их вот написал буквально недавно, они свежие, вот он много работает, выступает в Ютубе. Сейчас что-то важное скажу, что-то важное. Так что вот это будет, да, большая помощь, поддержка в развитии Центра и тех идей, которые Хасай стремится донести до человечества. Да, практическую пользу, чтобы получали. Вот, вот так, да. Спасибо тебе, Костя, что бы я делал, да. Без друзей таких крутых. Не, ну, Костя мой такой не просто старый друг, а крутой друг. Ой, ну давай без куртиза. Ну, любимый мне человек. Ну, вот, послушайте, послушайте, что я хочу сказать. Я придумал фразу, вы только не удивляйтесь, мы сейчас закончим. Я придумал фразу, которую мне достаточно сказать, зайдя в любой зал, в любой зал, в любую группу людей, одну фразу. Я придумал такую. Достаточно мне сказать, и сказать, я ушёл, и прийти через час, и вся эта группа, весь этот зал людей, они там снимают у себя стрессы, они у себя там проработки делают, они там у себя... Отдатной фразы. Я придумал это. Это такое изобретение, круче которого нету на свете. Эту фразу я придумал, друзья, для людей, не посвящённых. Любой нормальный человек, который услышит эту фразу, и у него будет 15, 20, 30 минут времени, он будет знать, что нужно делать для того, чтобы восстановить свои ресурсы и пойти дальше. Да. Но я здесь эту фразу произносить не буду, естественно, чтобы держать интригу. Когда её раскроешь, эту интригу. Подписывайтесь на канал, смотрите, хочу, чтобы не 181 тысяча подписчиков была, а миллионы. И так скоро будет. И так, до встречи, друзья. Костю, большое спасибо. О чём ты говоришь? Адвокат, как говорят. Ты перестань ты. Причём тут сказал бы друг адвокат. Ну, я же... Ну, профессия тут не имеется. Меня же знают, что... Наши отношения. Юмористы. Главное – наши отношения. Да. Да. Профессия – это уже другой вопрос. Скромный. До встречи, друзья. Спасибо за внимание. Никогда раньше так не говорил, сегодня сказал. Ты знаешь, до встречи.